Кирилл Дудник Умник Разумник Реально начинает всем отключать Так, ну что, ребята, вот мы с вами и в третий раз вращаемся в Ultimate Animatronic Salvage Уж настолько эта игра интересно устроена То, что тут каждого аниматроника так достаточно легко, быстро он проходится Но в это время интересно Так, ну что, в прошлый раз мы с тобой, получается, последний на ком остановились Это на поломанном Фоксе И нас сейчас ждет Голден Фредди, поскольку марионетки и баломбоя здесь нет Мы потом пойдем в третий ФНАФ к Спрингтрапу А затем нам придется чинить Плюштрапа Получается, сегодня у нас такое расписание получится на выпуск Но вчера мы с тобой в конце видео обнаружили такую очень интересную штуку Есть тут параметр difficulty, то есть сложность И мы ее поставили, значит, на madness, то есть на самую жесткую И мы, когда начали играть, там Фокси был весь в помехах Ну, специально я поставил высокую сложность, чтобы скорее проиграть Фокси был в лютых помехах Просто прикол в том, что сложно понять, что происходит Короче, я думаю, поставлю сейчас сложность на, ну, на хард, допустим, сейчас И будем чинить Голден Фредди, потому что реально Сама по себе игра супер-мега простая, если не учитывать сложность Так что сейчас запускаем Голден Фредди и попробуем починить его Так, ну что, пока все загружается и... Ну, ромковатаясь я и сделал Так, нюх! Так, ну все, я в принципе тут понял, что надо делать, потому что я уже наизусть почти выучил этот диалог Ну, давай, давай, скорее договаривай Значит, сейчас заканчивается первый этот тест И, смотри, что интересно Получается, у нас вообще почти ничего не поменялось со сложностью Потому что, ну, все так же, в принципе, и без помеха происходит Конечно, может быть, если сравнишь с прошлым, с кем-нибудь из прошлых выпусков Так, сейчас, аккуратненько Нет, первый тест, я считаю, уже нет Да, не умею нормально делать это все Короче, он, по-моему, сдвинулся Так что, сейчас, значит, его шоком После этого, по нему пройдемся после этого теста Можешь реально сравнить с одним из прошлых выпусков, где мы играли без сложности hard У тебя еще, вот, яркость сейчас поднята слегка через программу Или через OBS-ку, потому что я через нее пишу видео И яркость я чуть-чуть увеличил, потому что очень темная игра Ух, какой же страшный Google Threads Так, тут тоже нет, я думаю Да? Угадал? Так, ну посмотрим Нет, он целых 5100 Это значит, тут какая-то прям большая сложность присутствует Ну, реально, я прям видел, как он буквально на сантиметр подвинулся В сторону, так что это можно прямо и не заметить Так что, сейчас мы сидим, значит, проверяем этот тест И очень аккуратно идем, записываем следующий результат Ну, вот, сейчас он не двигается Так Нет, вот, это же... Этот тест, я думаю, да, и он передвинулся Так, давай-ка я вот сейчас вот сделаю Ctrl-Shock ему На всякий случай Нас остается всего лишь один, понимаешь? То есть, сейчас опасная ситуация Так Ну что ж Можно будет тогда попробовать В следующий раз поставить сложность, допустим, insane То есть, безумная Вот так Тихо Вот так Не в тот тест, конечно, немножко записал Но ничего Тут не школьный экзамен Тут проверка аниматроника Такого смертельного робота-убийцы Который может нападать на тебя там из-под тяжка И пугать скримером Это уж не так страшно Как, допустим, какой-нибудь школьный там бланк На каком-нибудь тесте важном Который надо правильно заполнить Так Ну что Фрейди Ну давай, давай Вот очень долгий этот тест Там какой-то звук То ли сели какой-то Какой-то аттракцион Какой-то детской музыки Такой на заднем фоне Можно рассуждать Послушай Ну там какие-то слышно оттенки Вот в начале этого звука было хорошо Так, сейчас аккуратненько И Вот Кончаются у нас тесты потихонечку Есть Мы закончили Мы completed the Чек там что-то Лист Так Ну все Голден Фредди мы прошли А вот сейчас ради интереса Давай Будем после прохождения Каждого аниматроника Брать и смотреть Его скример То есть реально вот так вот Будет очень интересно Я думаю В Голден Фредди Он очень страшный Я вот думаю Будет потому что Сам Голден Фредди Тоже страшный Так, ну что Давай сейчас посмотрим Его скример И пойдем проходить Следующего аниматроника Уже со сложностью И инсейн Безумный То есть Так Получается Так у нас тут пока Рассказывается Зачал Все, я его на паузу поставлю И спокоен будем смотреть Скример Получается интересно Что вот Инсейн переводится Как безумие И мэднесс Тоже переводится Как безумие То есть Вот вроде два таких слова А все равно разные В английском языке Так вот видишь Он вот только что Удвинулся Он двинулся Причем на миллиметрик Буквально Так, ну что Сейчас медленно Он челюсти двинул Короче вот Наверное Ну вот Не в этом была сложность Потому что Чуть там какое-то дыхание На заднем фоне Не в этом была сложность Вообще То есть сейчас я не заметил Разницы между Харт и Изи Который сейчас у нас стоял Но вот он Сам по себе сложный Этот Гулден Фредди Потому что он еле-еле Там чем-то челюстями двигал Или что Так Ну что ребята Теперь мы идем К сприктрапу И выбираем сложность Инсейн Так, инсейн Потому что Помнишь Что у нас было Намаднес Там вообще Очень сложно было Что-либо разобрать Там все в помехах Прям было И Фокси было видно Там дважды в секунду Так А вот видно Хотя бы хорошо Так Ну тут все понятно У нас Только Я что-то опять Не чувствую Никакой сложности Потому что Она Куда-то пропала Так что Следующую аниматронику Мы с тобой будем На Мэднес Походу проходить Так Ну что Начинаются тесты У нас Сприктрап такой Сидит вообще Безопасный И вообще Ничего страшного Ну что же Наблюдаем за его поведением Но в принципе Он 2200 стоит Если Голден Фредди стоил 5000 там 5100 Так Ес О Подвинулся сразу же Фредди Голден Фредди стоил 5100 То есть Очень большую Такую сумму Значит А Сприктрап всего 2200 Ну вот И поэтому Сразу же видно Как он на таге головы Короче Чем дороже аниматроник Тем он сложнее В определении того Что он подвинулся Так Сейчас сначала Пройдемся по нему Шоком Я на shift нажал Так Случайно первый раз Все записываем Брезы Татики Экни туда промахнулся Записал И что это такое Я не понял Почему он еще раз Двинулся Но это уже Фековое такое ощущение Так что сейчас Еще раз по нему Шоком проходимся Но у нас В принципе Будет Немножечко Достаточного Достаточных Личных движений И Опять он подвинулся То есть Он Почему-то каждый раз Так Он двигается Так Давайте Еще один тест Еще раз Шок Последний будет И все Получается Сейчас у нас Вот этот тест Там Бомбом После него Один сегодня Будет Еще останется Так что Нормально Выживем Так Проходимся Шоком Максимально Сохраним Безопасность И Берем Вот сюда Записываем ЕС Уверен Почему-то в пятом Вообще По полной Но все равно Попробую Использовать этот шок Хоть все же он и кончился Так Ну что Сидим Что Я не задокументировал Результаты Что ли Не засчиталось Да Не уверен Тогда Да ладно Опять Он по-моему Двигается По-моему Он двигается Ну все У нас Не осталось Шоков Так что Сейчас будем Просто Слить за Поведением Данной особи Аниматронического Вида Вот Слушай Сзади Прям слышно Слышно Какой-то Крусель Как будто бы Или какая-то Музыка Такая Наподобие Музыки Которая играет В каком-нибудь Аттракционе Так Ну что Это самый долгий Тест По-моему С этим шумом Да Сейчас Его перестает Быть слышно То есть Все как В прошлый раз То есть Я вот Вначале Заметил Звук Затем Под конец Сказал Так Ну что А Да ладно Что могу Это вечно Так Документируем Результаты Есть Мы завершили Вот это вот Чек-лист Кстати Он по-моему Стоил больше Или нет Может быть С каждым шоком Сбрасывается Цена У аниматроника Total Revenge 2200 А мы там Сбили цену До 2000 Чего Сам немножко Не понял Так Ну что Давай-ка Сейчас Посмотрим Скример Спрингтрап Я не понял Почему сложность Не меняется Допустим Вот сейчас Я сделаю Мэдос Самую безумную Самую жесткую Может быть Не только Визуальная часть На визуальную часть Слышать Вот Что мы с тобой Видели То есть Вообще Ничего Не видно Нормально Помехи Какие-то Лютые Аниматроники Искажают И очень сложно Понять Что Общись Не происходит В данный момент Так Ну что Давай Смотрим Смотрим Его скример И идем К следующему Уже Из ФНАФа 4 К Плюштрапу Так Ну что Аж С каждым Движением Ланшета Ух Он все ближе И да Кстати Давайте с тобой Смотреть скримеры Не на мэднес сложности Потому что Чтобы лучше Взглядеть Аниматроника Во время скримера Но Сейчас было В принципе Винно Он такой Повернулся Кстати У него глаза Зеленые были Так Ну что Теперь нам с тобой Время идти Во ФНАФ 4 Кстати Интересно Почему нет фантомов Хотя фантомы Это уже По большей части Галлюцинации Персонажей С третьего ФНАФа И они нереальны Так что да Так что это можно понять Ну конечно Вообще жесть Тут не хватает Большого количества Аниматроников Но зато Самые страшные Всякие здесь есть Фух Ну что Давай-ка тогда Давай попробуем На сложности Инсейн Потому что Матнес Как-то не смотрится Красиво А вот на Инсейн Допустим Аниматроник Поактивнее двигается Так Ну что Плюштрап Сейчас я представляю Я представляю Сейчас мы с тобой Значит загружаемся А нету Ох на столе Сидит Ребят Какая милота Он просто сидит на столе Я думал Там будет снизу Как-то Из-под стола Выглядывать Вообще Его не будет Это было смешно Вот Free Times To Damage Аниматроник Вот он рассказывает То, что только Три раза Можно Наносить урон С помощью Контрол-шока Ну что Сидим Вот он страшненький Вот он достаточно Страшненький У меня еще Все темно А ты прям В деталях Можешь Велить Каков Аниматроник Так что Сейчас Запишем Результаты Нет 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 Так По-моему Нет По-моему Не двигался Хотя Может быть И двигался Ну ладно Сейчас Без шока Потерпим Один раз Ну что Эти идеи Мы слушаем Эти препятствующие Звуки Интересно Вообще Какова цель Этих Чеков Этих Проверок Типа Что Воспроизведение Такого Странного Аудиоряда Проверяется В аниматронике Так Вот здесь Ес Второй Это ес Что Будем Его шокировать Так сказать Электричеством После этого теста Ну реально Может быть Как-то Таким образом С помощью Таких вот Звуковых Фибераций Проверяется Крепкость Внутреннего Неостроения Аниматроников То есть Там что Он не разрушается Внутри Там ничего С ним не происходит Не знаю От резонанса От какого-нибудь Так Проверяем Нет Да ладно То есть Он не двинулся Я так понимаю Да Ладно Все Документ Дризлся Нет Вот третий Точно Нет Тут Точно Нет Не двигался Вообще Можно Знаешь Писать Каждый раз Двигался Он Или Не Двигался Ну Может Быть Реально Просто После Трех Шоков Три Шока Нам Обходите Без Последствия Дальше Начинает Падать Цена Аниматроника Так Здесь Третий 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 вот эта милота так ребят ну что тотал ревенж 1700 то есть столько сколько и стоило а у нас еще представляет какое огромное количество матроников из фнафы 4 еще несколько но еще потом и следующие части так давай ка на сложности изи чтоб все хорошо было видно а хотя давай инсейн поставим поскольку инсейн никак не влияет на визуальную часть но явно усложняет условия то есть количеством доступных движений по моему он вообще ни разу не двигался так аудио остановим потому что она нам и не нужно вот сейчас и посмотрим вообще будет ли он как-то двигаться по моему двинулся или не двинулся странный какой-то чел так сказать недвижимый вы знаете эти мемы про берут хомячка какого-нибудь фоточку хомячка и затем подписывают какой-нибудь там в зависимости от контекста чел короче там допустим сидит такой там хомячок такой значит написано там допустим позитивный чел добрый так вот какой-то вот этот значит чел маленький значит вот этот вот не двигающийся бюджтором кстати реально он ни разу не двинулся представляешь ну что кошмарному фредберу я предлагаю отправляться в следующем выпуске но и мемы продолжить обсуждать тоже там и чтобы этот выпуск вышел поскорее то обязательно ставь лайк и приходи в лигу умников разумников чтобы его не пропустить с тобой был я кирилл умник разумник golden преди springtrap и плюш трап пока субтитры сделал DimaTorzok